хочу вам показать какое у нас сейчас весеннее поле вот кроты чистят свои норы и очень много выкидывают земли сейчас эта свеженькая видите осенняя трава и вот это кротовье дела кротовье норы сегодня хорошая погода плюс 8 немного правда накрапывает дождик но ничего нормально ай валяется валяется посмотрите сколько тут просто какое-то кротовое царство нужно я боюсь провалюсь какие-нибудь кротовые ходы и останусь ужас 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 вот трава высокая вырастет и ничего это будет не видно и мы не будем знать что тут у нас такое кротовье царство это поле давно уже не пахает тут было когда-то поле где вот у него норка откуда он это выкидывает непонятно наверное он закопал потом понятно это значит есть норкой он откуда-то эту землю а вот здесь видно вот его норка он отсюда по выкидывал старую землю там со всякими какашечками все прибрался и к весне готовы наши короты вот мы идем гуляем снег уже почти сошел хорошо сегодня 26 апреля для наших широт это нормальное состояние бывает конечно иной год нам повезет и мы в апреле уже футболках ходим ну тогда потом у нас мая снег падает или в июне это у нас тоже привычно вот мышиные вот мышки мышки они ничего не чистят не выкидывают землю у них просто много-много ходов это еще зимы это еще зимы некоторых местах идешь земля как сыр просто дырочках норках они обгрызают эту травку вокруг входа зимой или когда я не знаю вот норка хорошая пока не был собаки я не знала что такое творится в полях такое вот такие дела пожалуйста смотрите мышей немерено тротов не считано ладно мы пойдем дальше смотря на то что плюс 8 я не знаю как такое возможно но на но видимо ночью был минус хотя не должно ночью вообще-то обещали что там плюс 4 лишь тут вот похрупаем вот сейчас мы приближаемся к нашему главному мышиному склону видите сколько дырочек черных это все мышиные норки вот они раз норка 2 норка 3 мне всегда интересно как то они их ориентируют по солнцу или по ветру или как то наверняка ориентируют потому что какой то есть порядок в этих норах что их ходы выходят в определенную сторону все ну может быть скорее по ветру чтобы норка проветривалась с какой-то экскаватор нарыл так ничего сухо уже можно ходить принципе в кроссовках даже не в резиновых сапогах хотя вам показать один склон где просто земля вот как решетов дырах но к сожалению он еще покрыт снегом оказывается тут как бы такой обрывчик и выступы и вот в нем очень много у меня было несколько мыслей почему почему именно здесь так много этих выходов нор ну во первых потому наверно что мышь просто рыло-рыло на одном уровне и вдруг земля кончилась и она вот оказалась тут в обрыве либо это такие у них балконы террас очки не знаю высунулся посмотрел так понимаешь и все там где 2 2 осины там есть есть канава там живет какая-то водяная крыса или андатра я не знаю вообще у меня джессика всегда любит туда бегать смотреть на эту крысу гоняться там за ней по берегу крыса конечно умная она заныривает выныривает в другом конце над собакой просто смеется так вообще интересно посмотреть у нас такие же крысы обитают везде в парке уточки вот две уточки прилетели да там кстати в канавках бывает что и утята утка с утятами в том году плавала большим выводком тоже интересно близко посмотреть скорее всего все таки эти норы как-то ориентированно то что с одной стороны смотришь их не видно с другой стороны смотришь боже мой что это такое ну посмотрите что просто нора на норе а потом вырастает высокая трава и эти все норы остаются конечно их а две остаются они может быть многолетние и мы их уже в траве не видим мы же ходим по дорожкам я решила сходить канавик это посмотреть что там в этом году очень низкий уровень воды для весны почти не поднялся снега было меньше чем в прошлые годы так что скоро вся вода опустится и мы будем прекрасно тут гулять травка зеленая вырастет цветочки вырастут в москве смотрел уже одуванчики во все цветут у нас еще только только кое-где математика появляется вот вот такой вот так как сегодня день пасмурный сегодня день пасмурный дождик поэтому они все закрыты цветочки вот это канава воды мало да на воды мало а тут раньше были поля и между ними были канавы такие чтобы с поля ну не с вода стекала вон там такая коряга есть там обычно этот андатер прячется там на эту в берегах норы тоже выходы на на давай ищи его ищи ищи бобра ищи андатера как интересно ой как интересно очень интересно вот прошлогодний борщевик вот этот меня ростом покажу этот ростом с меня тот дали он наверное в полтора моих роста но это еще не самый высокий борщика у нас тут полно причем если вы на своем огороде не следите за борщевиком вам будет штраф там две или три или пять тысяч рублей не знаю а это поле муниципальное муниципалитет что-то нифига не следит он какой борщевина да где-то в полтора моих роста у нас там есть еще старая классильная там есть выходы сказать воды сероводородиста она так попахивает тухлячком тухлым яйцом ну и набирают она тоже к это полезно вот так там этот борщик растет просто невероятных размеров внутри метра это спокойно просто огромный и все тут катаются на велосипедах и все это видят знат и на машинах там ездят шашлык жарить на реку отдыхать и купаться и я вот уверена что администрация прекрасно знает что борщевика у нас тут где он есть он вроде какой он борщик сломался ну какой он толстый понимаете видите масштаб я не могу его рукой обхватить вот такая дудка вот такая дуда вот эти все палки торчат это тоже сломавшиеся борщевики в общем никто его особо я смотрю не уничтожает ничем не поливает не подкапывает ничего не борется нифига а он ядовитый если вы этим соком будете рвать его и сок попадет на кожу то потом надо сразу смыть если вы не смыли то не старайтесь чтобы не попадать на солнце он почему-то на солнце очень обжигает вот там у нас обычно дорогой проход есть цик к реке горе но сейчас ручей разлился вот тут идет выкапывание крота или мыши ну как-то нормально не нашла ушел ушел под землю поэтому сейчас мы пройти дальше не можем а летом ой вот и уточки там плавают в кустах вам не видно наверно да вот были бы резиновые сапоги конечно подошла поближе ну к не могу попробую по сухим кочкам опять же несмотря на плюсовую температуру я вижу на плюс 8 меня на градусник понимаете в городе конечно просто лед не растаял почему-то почему он не тает не тает вот здесь разлилась наша летом обычно тут сухо тут можно пройти раз разливалась в кустиках там плавает парочка уточек селедень красивый большой и такая коричневая пестрая девочка ну что джессика пойдешь туда хочет пройти ну куда ты пойдешь куда хочет пройти но унесет тебя же унесет и будет очень интересно нас тут живет много лягушек и жаб они скоро будут откладывать икру мы будем следить как из икринок развиваются головастики так что подписывайтесь на канал заходите ну я-то вижу их вон вдалеке они там плавают но вы-то наверно не видите щас я приближу вот вот он селезень у него белые зеленая голова белые крылышки затихарился он там все-таки перешла перешла все-таки ну что там болото чё болото а а вон там у нас две машины стоят вы видите да не видите я покажу я не там не там вот здесь вот это машины горводоканала дело в том что там находится люк люк где сливается вода наверное дождевая вот они всю зиму приезжают этот люк проверять чистят там снег всегда за что им спасибо и можно по этой дороге прекрасно ходить гулять вот ну сейчас тоже приехали видимо там почистить все сейчас воды то очень много городская канализация сливная забивается песком листьями ветками всем 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 потому что водички много как красиво если бы знали какой тут приятный запах вот так сходил и пойду сейчас кабинет пилить ногти делать красоту рисовать цветы золотые серебряные всякие штуки чтобы отсюда выбраться через борщевик ну такая весна кого-то уже солнце марте я была в москве там уже не было снега мы искали два дня и нашли маленький маленький островочек черного черного снега когда мы уезжали двадцать шестого двадцать седьмого марта началась сильная метель говорят опять засыпала но опять же быстро растаяла в общем москва сильно отличается по погоде бежит моя девочка бежит бежит она через ручей пробежала холодной водой взбодрилась бежит теперь как ошпаренная а вот кто тебя туда тащил никто кто тебя туда не тащил она опять норки сейчас пока трава полегшая очень хорошо видно мышам сейчас тоже не очень конечно первых есть еще нечего трава не выросла какие-то корешки может сочные но ходить тоже опасно вылезешь все видно тут у нас и совы какой-то коршун не коршун не за какой-то ястреб какие-то хищные птицы летают днем и ночью вот и а в норе сидеть на рай водой затопляется сыра холодно так что вся подстилочка мокрая так что мышкам я сочувствую они как раз сейчас я думаю что маленькие малыши наверно вывелись такие дела ну мышей год от года по-разному какой-то год очень много просто идешь чуть из-под ног не выскакивает какой-то год нету так что все циклично в природе роет роет трудится сейчас будет грязно в черной земле но им надо рыть особенно у кого охотничьи породы охотничьи вот эти инстинкты им надо их реализовывать иначе будет собака дома рыть диваны и рыть постели и рыть там что-то и грызть поэтому пусть лучше на улице роет нароется и придет домой будет спокойненько тихонечко лежать вот также хочу сказать что собакам обязательно нужно общаться со своими сородичами хотя бы 30 процентов от прогулки должно быть общение с другими собаками что конечно когда собачка маленькая еще не привитая еще щенок там уже врач скажет что общаться нельзя это действительно нельзя вот но когда уже можно гулять можно общаться привитая то постарайтесь чтобы у вас были друзья собаки с которыми можно там побегать попрыгать и обнюхаться собачки это важно уж хотите чтобы ваш собачка была счастлива радостно да наша джессика драна и вылезла вон вся зимняя шерсть вылезла в кастах худая драна и роет в общем вот потому что вижу что некоторые хозяева не любят отдергивать собак что вот они будут обслюнявиться там в пыли ну как без пыли но это ж собака мыть кого большие собаки бывают придут после прогулки на балкон она там обсохнет обтряхнется а у собак у многих такая шерсть что грязь даже и не зацепляется особо когда высыхает например этот белый шпиц не японский шпиц не лающий белый белоснежный мех белоснежный вот казалось бы что он будет все время грязный нет не вот такая структура шерсти вот этих шерстинок что все скатывается он обсох отряхнулся и все он беленький практически не надо сильно беспокоиться о том что он будет грязный черный ну весной конечно будет любая собака грязная черная маленькая сейчас приду ванну поставила душем праз раз помыли все прекрасно у нас это же счастье для нее радость топорыца грязи поваляться опять же инстинкты пусть грызет пусть роет пусть тут нюхает чем она будет дома там диван рыть правильно я так считаю это как с детьми также детям тоже хочется вот повозиться там грязи родители их одергивают а потом у детей начинается неврозы какие-нибудь что надо там не дай бог носочки и шортики запачкать боже упаси и вот ребенок растет как в кандалах даджейс никакого творчества и крякают самые интересные звуки на самом деле издают вороны у них такие и ой и ай и ау и чего не только не кричат и такие бывают интересные звуки общение человек не птичьи а как будто вот это пиву пиву как в звездных воинах такое как будто щелчок громкий со свистом непонятно вот они летят щелкают как как будто космические корабли звездных воин очень интересно так что да насчет детей тоже не надо никогда нервничать сейчас есть стиральные машины засунул постирал грязь она в меру даже нужна для иммунитета ну в меру конечно не говорю что надо есть песок потому что там может быть яйца глистов конечно надо за этим следить собаку тоже надо постоянно каждые три месяца обязательно таблеточку давать от паразитов но и с детьми также тоже с маленькими которые роются в земле но все-таки немножко грязи нужно для иммунитета сотнями лет наши предки жили дети в деревне как росли возились с утра до вечера и все ягоду с куста ели морковку из земли там какой-то бочки с дождевой водой прополоскали и поели так что там частично нужный нужен иммунитет этот все еще роет тут одна проблемка когда тебе нужно на работу а я она увлеклась рытьем сейчас я пойду и она за мной пойдет тоже на 1 не хочет оставаться конечно смотрит чтобы я была в зоне видимости и всегда за мной бежит но в редких случаях она может заиграться либо она может испугавшись убежать домой одна потому что она боится грозы и грома салютов выстрелов всяких не знаю наверное может в детстве были какие-то случаи что она видела охоту и так ее напугало это не знаю просто нервная истеричка ну все вот она уже бежит за мной еще потом вторая проблемка у нас это подойти близко чтобы одеть уже поводок она не очень любит конечно на воле-то гулять когда гораздо приятнее у кого есть проблемка с подзыванием вот с этим с послушанием у начинающих собаководов как у меня то лучше носить с собой какая-то приманка у меня вот тут это кусочки лакомства сушеное мясо вот которая она очень любит того что можно вареную курочку сыр нарезать вы сами знаете что ваша собачка очень сильно любит и с собой носите пакетик когда надо подозвать показали пакетик она уже знает что там очень вкусно и подбежит радостно ком парочка диких уток кружится все далеко улетели вам не видно собака лишь какая краска неудобно на траве и и почти не видно так же самую карелосинских лайк что весной что осенью а у нас это большая часть года их не видно травка серая и собачка серая рыжая рыжеватая абсолютно сливается с травой вот тут у нас т.п. ниц как расшифровать я не помню что-то с геологией связано вообщем тут у них там коричневое здание кернохранилище и там сам научно-исследовательский центр вот это находится ну а здесь там расчетно-кассовый или как-то называется что где деньги хранятся вот здесь у них этот керн который не очень ценный видимо ящики разложились некоторые уже народ их тырит на шашлыки и на то чтобы сидеть подставляет какие-то собаки там разложились свои уже ловить сейчас покажу вам керн керн это в общем когда бурят разведочную скважину достают там породу и смотрят что это за порода анализируют на какой она глубине составляют такую карту разрез и вот здесь какая-то электроподстанция подстанция ну да тут вот какая-то электроподстанция конечно много мышей всегда джессика тут должно все проверить все норы вот так же тут любят люди посидеть на солнце и распивать но вот на выходе буквально сто метров на выходе с этого тупаниц есть контейнер я поражаюсь всегда ну блин ты же принес полную тебе не тяжело было пол нанести почему ты пустую не можешь унести обратно банку надо будет взять пакет походить с пакетом вот такого керна тут полно который не очень видимо ценный сейчас я вам покажу что такое керн кто не знает значит тут на каждом ящичке подписано месторождение глубина глубина с которой это взято пожалуйста и вот такое выбуренное выбрана такая штука некоторая расходится от воды тут что-то тут распиливают смотрят видать если конечно не лень тут можно иногда найти интересные всякие вот и что подписано 101 метр ликерка если тут порыться в общем тут в разломах можно иногда видеть какие-то окаменевшие растения каких-нибудь окаменевших насекомых скорпиончиков также на месте ухты у нас раньше было море 300 миллионов лет назад поэтому вот видите даже видно как бурил бурильный этот аппарат бурил и вот на таких разломах тут можно какой-то окаменевший доисторический миллион лет назад листик или растения найти но это конечно редкость что все стоит пожалуйста кто угодно может рыться ничем не огорожено видимо этого месторождения которые вот это месторождения которые не принесли или уже исследованы или уже закрытые я не знаю что почему не сильно ценные или это все изучено хари ага хари ага это далеко на севере так что можно какие-то ракушечки увидеть какие-то морские твари так как это на большой глубине 2000 метров даже может быть понятно что это все было миллионы лет назад вот это по низу такой красивый скверик тут такой лесочек здесь и белки все время приходят работники тут вешают всегда кормушки корм цыплют птичек голубей синиц свиристели снегири тут зимой в общем классно синичек видимо особенно любят потому что такие куски вон вешают видишь это это шкура это шкура сало размером с голову моей собаки уже бы сразу повесили пол туши кстати таких там шкур немало висит там три таких шкуры висит далеке еще есть можно сразу пол туши свинины повесить в синичке точно не голодали вот такой очень красивый сквер тут такие маленькие березки маленькие рябинки осенью очень красиво они такие красивые вообще все в ягодках все в красивых листиках а тут смотрите что гнездышко кажется похоже на маленькое гнездышко может конечно трава но это гнездышко маленькая низковато конечно зря она тут а это и надо белок белок западай не дай бог белка увидит где птички может они меня от гнезда отгоняются трещат это это скворцы скворцы вот пожалуйста мусорка контейнер буквально дом обойти контейнер нет кидают на поле но вы же идете с поля мимо контейнер поражать мой пожалуйста вот вот контейнер вот мусор ну вот что такое как это назвать вот дальше у нас там бассейн там горнефтяной колледж у нас не колледж и не заканчивается нефть и газа вот все студенты на машинах приезжают но я не буду на студентов грешить там просто такой тупичок хороший как раз в таком месте как бы спокойном тихом месте что можно вечером приехать постоять на машине там покурить не знаю с да пообщаться вот и конечно они все кидают мусор и бутылки и банки и пластиковые бутылки с прожженными дырочками ты поражаешь уже на машине вот видите в контейнер потом вот приезжать завтра на эту же помойку нормального может молодые не понимают не хочу просто грешить на студентов не обязательно что это студенты могут быть просто какие-то жители города на машинах приезжают постоять нужно не говорю про чужое свое бы хоть увозили тем более контейнер я вам показала очень рядом два метра прошел кинул все в порядке если ваша собачка не очень любит мыться но я нормально вроде переносит это все по грязи песок понесется в квартиру шампунь обычный покупаю из магнита так вот если ваша собачка не очень любит мыться то можно во время мытья во-первых должно быть все спокойно без всякого крика и ругань и спокойным голосом хвалить ее вот можно во время мытья давать ей вкусняшки чтобы у нее были хорошие ассоциации водичку делайте приятно не слишком горячей лучше холоднее чем горячей потому что она бегает по холодной воде по лужам и конечно ей непривычно горячая вода лишь отдельное полотенце и заранее отрегулируйте воду чтобы уже никуда не ходить не выходить все приготовьте то есть сначала я собаку креплю в коридоре говорю что будем мыться она знает это знаешь до сих пор и потом я иду уже готовлю полотенце воду потом уже не сведу собаку в ванну ну все до свидания спасибо сейчас мы будем мыться сушиться и кушать